Доброе утро! Давайте поговорим о детском воровстве. У меня когда-то был клиент, профессиональный вор. Поскольку он был вором-профессионалом, а не любителем, его ни разу в жизни не поймали, за исключением одного случая. Когда он был маленьким, он ходил в детский садик. И однажды ему приглянулась машинка, которую принес из дома другой мальчик. Мой клиент эту машинку незаметно спрятал в свои вещи, а вечером унес домой и играл ею весь вечер. Удобно? Удобно. Вечером с работы пришел папа и спросил, откуда взялась эта незнакомая машинка. И это еще не худший случай. Многие папы настолько оторваны от жизни семьи, что могут легко спросить, откуда здесь взялся этот незнакомый мальчик. Этот папа хотя бы игрушки сына знал. Так вот, сын попытался что-то соврать, но был выведен на чистую воду, и здесь папа совершил грубейшую ошибку, которую я вам советую не совершать. Он очень устал после работы, поэтому просто поругал сына, рассказал ему, как плохо воровать, и взял с него слово, что утром он отнесет машинку назад. Довольный папа стал смотреть телевизор, а довольный сын продолжил играть машинкой. Папа верил, что сын получил урок, что воровать нельзя, а сын на самом деле получил первый в своей жизни урок, что воровать можно, но только так, чтобы папа об этом не знал. И всю дальнейшую жизнь он совершенствовал это искусство. А что же делать, чтобы ребенок на самом деле получил урок, что воровать нельзя? Я отвечаю, в подобных ситуациях родители просто обязаны засунуть всю свою усталость себе куда подальше и в 10 вечера, в 11 вечера ехать с сыном, дочерью назад в детский сад и отдавать ворованную игрушку сторожу, оставлять ее на крылечке, не обязательно сдавать сына на следующий день перед всей группой, но и нельзя позволять ему спокойно весь вечер наслаждаться ворованной добычей. Его мозг запомнит, что это выгодно. Ехать со злобным папой ночью в детский сад невыгодно. И воровать при таком раскладе тоже. С добрым вас утром!